6 июля в районном молодежном досуговом центре прошел форум молодых родителей «Формула семейного успеха», организатором которого выступил отдел молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района. Хочу вам пожелать хорошего настроения, несмотря на такую погоду, чтобы вы вышли после форума улыбаясь и собрали много эмоций. Спасибо. Главная задача этого форума, это первый форум, это замотивировать молодых людей, заинтересовать их подобным направлением работы, потому что у нас это впервые в районе, и сделать так, чтобы инициатива была от них, чтобы они хотели, чтобы подобные мероприятия проводились, они предлагали свои интересные мастер-классы, свои умения. То есть в идеале в дальнейшую форуму должны вести молодые люди, молодые семьи, которые ныне участники этого мероприятия, а на следующий год они сами организаторы этого. Это в идеале. Зажечь их сердца желанием организовывать подобного рода мероприятия, чтобы они предлагали свои идеи, и мы своими организаторскими способностями поможем их воплотить в реальную жизнь. В районном молодежном досуговом центре собрались 22 семьи, чтобы получить интересные знания по созданию теплой атмосферы в своем доме, по воспитанию детей и, конечно же, чтобы обменяться опытом. Программа форума была очень насыщенной, множество тренингов и мастер-классов, но обо всем по порядку. Во время регистрации собравшиеся оформляли страницы альбома книги молодых семей Амурского района. Они подошли к этому делу с креативом, не просто вклеивали фотографии. Одни писали маленькие рассказики, другие девизы и золотые правила своей семьи, третьи вырезали из цветной бумаги сердечки и разукрашивали свою страницу, кто во что гораст. После регистрации и торжественного открытия молодые родители собрались в актовом зале. Для детей во время проведения мероприятия работала детская площадка. Ребятишки играли, пели, танцевали, в общем, веселились от души. Это же замечательное мероприятие, не только потому, что молодые пары, супруги получают какую-то информацию, они вместе с детьми участвуют в совместном мероприятии, потому что у нас здесь работает и детская площадка, волонтеры, они каждого ребенка вниманием окружают, то есть продумана целая программа для волонтеров. Первый мастер-класс по сальсе провела Ирина Чебан, хореограф и педагог дополнительного образования, руководитель церемониального отряда «Казачок». Конечно, не у всех с первого раза получались движения сальсы, но опытный хореограф помогала, подсказывала и направляла родителей. Стало ясно, что это не такой сложный танец, как казалось на первый взгляд. Базовые движения освоили абсолютно все, и молодые родители с задором, с улыбками на лице и с огоньком в глазах все вместе танцевали сальсу. Дальше для молодых семей прошел очень познавательный тренинг «Языки любви», который провела психолог-коуч Наталья Митрохина. Тренинг называется «Языки любви». Мне доводилось уже дважды этот тренинг проводить, и все время в составе групп были только девушки. И теперь это уникальная возможность, когда пришли семейные пары, и можно поговорить непосредственно с семьей, и с мужем, и с женой. Как действительно сохранить любовь в семье? Что нужно сделать, чтобы любовь в семье жила до самых последних дней, а не исчезала через 2-3 года после свадьбы? И всему этому мы здесь будем учиться. Самое главное – понимать друг друга и разговаривать на языке того человека, кого ты любишь. И еще будет затронут такой вопрос, как любовь к детям. И есть тоже языки любви для детей. Поэтому будем учиться общаться и любить. После тренинга прошел еще один мастер-класс по фотокомпозиции. Его дала преподаватель детской художественной школы и фотограф-любитель Жанна Леоненко. Дальше Светлана Михайлова, педагог дополнительного образования, руководитель имидж-студии «Подиум», провела для молодых мам мастер-класс, на котором показала, как можно красиво и быстро заплести своего ребенка. Мамы очень старались, постоянно переспрашивали мастера, как и что нужно делать, как сделать прическу интересной, изящной и эффектной. На форуме работала лаборатория «Инфолайф». В ней можно было узнать о компании, которая имеет возможность определять способности детей и взрослых по отпечаткам пальцев. Также в районный молодежно-досуговый центр приехали две пары молодоженов, которые расписались всего неделю назад. Их душевно поздравили и подарили подарки. А семьи-долгожители, которые прожили больше 25 лет вместе, остались верными друг другу, сохранили семейные традиции, воспитали детей, дали молодоженам советы, как сделать брак долгим и счастливым. Но на этом форум еще не закончился. Случилось то, чего все ждали с нетерпением. Мальчишки и девчонки, а также их родители, собрались вместе на сцене, чтобы доказать, что их семья – самая лучшая. Три самых активных и смелых семьи соревновались в различных состязаниях. Это Анастасия и Павел Новиковы со своим сыном Львом. Светлана Беловодская и Алексей Сопелев со своими детьми Елизаветой и Матвеем. Артем и Татьяна Вершинина с сыном Мирославом и дочерью Олей. Конкурс начался с презентации визитной карточки каждой семьи. Дальше молодым мамам пришлось проявить всю свою фантазию и за три минуты сделать вечернее платье. У них было три метра ткани, ножницы, швейные иголочки, ну и, конечно, хорошее настроение. Все справились с этим сложным заданием на ура. Папа теть пришлось и отцам семейств. За 30 секунд им нужно было вбить в брусок как можно больше гвоздей. Гвозди не должны были торчать, зачитывались только те, которые были вбиты полностью. Папу очень старались и молотили с такой силой, что в зале боялись, что они отобьют себе пальцы. Но, слава богу, этого не произошло. И наши папы доказали, что способны справиться с любой работой по дому. Родители показали себя, прошли все испытания. Пришел черед детей демонстрировать все свои таланты, чего они только не делали. И пели, и танцевали. Мамочка, мамочка, с днем рождения, самая, самая, красивая, моя, моя, Не каждый мне это говорю, мамочка, мамочка, я тебя люблю. И думая, что выступающим не хватает аплодисментов, помогали под танцовкой. И с детства этот мир хотела узнать, мечтала в дальних странах побывать. Хотела в дальних странах побывать, пройдет на мир в этой земле. И вот в нашем мире приснился сон, и вот ослал меня на небо в стол. И сниться я на одном статус, как будто эта сказка на любом. После всех замечательных номеров члены жюри удалились для принятия решения. Итак, места расстрелились следующим образом. Третье место семья Новиковых. Вторая семья Беловодских-Сопелевых. А победителем стала семья Вершининых. Мы поздравляем победителей и участников форума. Ведь это такая замечательная возможность собраться всем вместе. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться у нас в районе чаще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.